Всем привет! Сегодня выходим вот в таком формате. На самом деле я говорил, что у нас часть техники вышла из строя, пришлось отдать ее в ремонт, поэтому выходить будем вот в таком формате, ну по крайней мере в этот раз. В ближайшее время, я думаю, что-то изменится от реальной журналистики. И мы начинаем! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Безусловно, темой недели стало вчерашнее, ужасающее ЧП, которое произошло в Москве, в офисе компании Wildberries, куда приехал один из совладельцев, в сопровождении нескольких вооруженных мужчин. В какой-то момент эти мужчины открыли стрельбу, пострадало как минимум два человека, но вот писали, что два охранника погибли, возможно, ранены. Просто пока информации действительно очень-очень мало, ждем официальных комментариев. Но сказать, что вот это какое-то рядовое событие, это, наверное, не сказать ничего, потому что это полный привет, потому что это 90-е годы, вот так вот происходили переделы собственности в 90-е годы. А здесь мы говорим именно о переделе собственности, и никак по-другому. Можно сколько угодно говорить, что вот бакальчуки делят свою компанию, это их частное дело. Да нет, делят небо-бакальчуки, совершенно очевидно и известно, что за каждым из участников этого конфликта стоит определенный человек, занимающий очень высокое положение в нашем обществе. В частности, называются там такие фамилии, как Керимов и Кадыров. Вот они, собственно, между собой, я так понимаю, делят эту компанию. Ну, каких уж плюшек они наобещали коммерсам, я имею в виду бы Кольчуку и его супруге, да, ну, в любом случае, я уверен, эти люди просто окажутся проигравшей стороной. Они просто останутся с носом и без бизнеса. Мы это проходили и не раз, потому что то, что идет передел, ну, в принципе, тут, наверное, ни у кого уже не вызывает сомнения, что действительно передел собственности, который начался не сегодня, и коснулся он не только компании Вайлберис. Я думаю, Вайлберис это просто уже там продолжение чего-то, о чем мы не знаем, да, но я думаю, что за Вайлберис последуют какие-то и другие предприятия. Вот почему. Еще в 22-м году стало очевидно, и мы говорили, и многие умные люди высказывались по этому поводу, что грядет очередной передел. Почему это очевидно, почему многие так считали, и я в том числе, ну, дело в том, что вы помните, да, тогда Россию в свете известных событий начали нагружать санкции, и многие олигархи, жившие, работавшие за границей, вот многие получили, значит, волчьи билеты, их выгнали из той Европы, отправили на родину. И вот тут надо понимать, мы говорим о людях, которые, в общем, не просто там жили, не просто там катались с девочками на яхтах, мы говорим о людях, которые делали там бизнес, открывали какие-то бизнес-проекты, да, имели какие-то активы, это были очень серьезные, большие деньги. Вот, на Россию эти люди не обращали никакого внимания, потому что для них Россия была, ну, чем-то, ну, очень маленьким, неинтересным рынком, ну, что там, 2% ВВП мирового по состоянию на 2022 год, то есть для этих людей Россия была очень неинтересной маленькой страной. Они ворочали действительно миллиарды мини-рублей, которые им достаточно проблематично было заработать здесь. Помните, как в той сказке, да, королевства маловато, разгуляться мне негде, поэтому они работали там, но числились в качестве российских олигархов. Когда им указали на дверь, они вынуждены были вернуться на родину, ну, и они не сидели сложа руки, потому что пить есть, они привыкли вкусно, сытно, сладко, и вот, и они начали потихонечку обращать на то, чем можно поживиться в нашей стране. Вот тогда начались как раз вот эти вот все переделы. Почему не так публично, почему мы очень мало этого замечали, почему мы не знали практически о том, что такие переделы идут, это не всплывало в публичном пространстве. Ну, есть такая поговорка, деньги любят тишину, а большие деньги тем более любят тишину, поэтому, ну, в общем, тем более, что делили-то изначально крупные проекты, крупный бизнес, какие-то банки, порты, нефтянку и так далее. То есть, если можно так выразиться, да, такие вот вещи, во-первых, я говорю, они происходят в тишине, во-вторых, вот я не знаю, как это и слово использовать в данной ситуации, но, как правило, такие налеты, такие захваты проходят, что называется, в рамках закона, потому что там всегда участвуют какие-нибудь высокопоставленные государственные чиновники, а то и само государство, да, давайте что-то там национализировать, потому что там неэффективные собственники неэффективно ведут свой бизнес. Там всегда участвуют какие-нибудь суды, там всегда участвуют правоохранительные органы, то есть, с точки зрения закона, формально. Все как бы официально, а по телевизору нам рассказывают сказку, что да, действительно, национализация, вот мы с неэффективными собственниками боремся, которые непонятно, как это имущество нажили. Вот, потом у этих людей, вы помните, да, тоже стали уходить некоторые иностранные компании из России, и вот эти вот компании они делили между собой, их тоже там национализировали, передавали друг другу, мы хорошо помним историю с Даноном, мы хорошо помним историю с Макдональдсом, мы хорошо помним историю с автодилером Рольф, крупнейшим в нашей стране, да много чего было, да, мы хорошо помним историю с компанией Макфа, для тех, кто не понимает, это действительно крупная федеральная компания, и причем там же речь не об одной Макфе, потому что сама Макфа, это челябинская макаронная фабрика, макаронная фабрика, вот Макфа, но у них там была целая группа предприятий, которая оценивалась там в какие-то сумасшедшие миллиарды, там что-то называлась сумма в 100, что ли, миллиардов рублей, но я думаю, что в принципе это официальная только сумма, потому что там мы все понимаем, что официальные цифры не всегда отвечают тому, что есть в действительности, но рано или поздно поделили, уже все крупное, и естественно у ребятишек не мог упасть на взгляд на компании поменьше, вот первой такой компанией стала компания Wildberries, опять же стало очевидно, что это рейдерский захват еще года полтора назад, когда помните, начали появляться в сети, даже по телевизору какие-то активные общественные деятели, активные какие-то там сотрудники этой компании, которые высказывали свое недовольство в отношении того, как идут дела, уже было понятно, что это скорее всего первые шаги к рейдерскому захвату, ну потому что в России активная общественность появляется только в двух случаях, вернее только в одном, либо она не появляется вообще, либо ее кто-то, вот эту активность активно режиссирует, простите за тавтологию, тогда стало понятно, что рано или поздно этим все закончится, но вот сейчас ребята связались, как они думали, да, там связались с большими людьми, они думали, что получат какие-то преференции, они думали, что добьются какого-то положения в обществе, но мне кажется, они просто лишатся вот этой компании и вся недолга, и останутся владельцы вот эти бакальчуки с носом, и привет родителям, но сами виноваты, хотя с другой стороны, возможно, у них и выхода нет, но на этом, я думаю, все не закончится, я думаю, рынок продолжит делить и дальше, потому что, повторюсь, пацанчики оттуда очень хотят кушать, и привыкли они кушать вкусно-сытно, вот, в Адберес это только такой первый звоночек, и я думаю, на очереди какой-нибудь Озон, на очереди какие-нибудь онлайн-провайдеры, там интернет-операторы, там с Яндексом, вы помните, недавно тоже история была не очень хорошая, печальная для Яндекса и для его основателей, вот, я думаю, все это будет продолжаться, и такие вещи мы будем видеть все чаще и чаще. Да, кто-то мне может сейчас сказать, слушай, да и пусть они там дерутся, плевать, вот, плевать, ну пусть они поотбирают друг в друга все, пусть они там сгрызут друг друга, нам-то что, вот тут я вам скажу, нет, ребят, это обывательские разговорчики, потому что нас-то как раз это напрямую коснется, как это было уже и не раз, как это было в 90-е годы, когда мы наблюдали вот эту вот эпоху рейдерских захватов была, эпоху отъема собственности, что стало с теми предприятиями, которые отбирали там с целыми заводами, с целыми градообразующими предприятиями, сегодня всем хорошо известно. Дело в том, что отнимают эти предприятия отнюдь не для того, чтобы их развивать, отнюдь не для того, чтобы вкладывать в них деньги, отнюдь не для того, чтобы задуматься, а как эта компания будет выглядеть через 10 лет, отжимают такие предприятия с одной единственной целью, дабы высосать из этого предприятия все, что можно высосать, по сути разграбить его, повыгоднее продать активы, а полученные деньги вывезти куда-нибудь за богу. Раньше вывозили в Европу, сейчас, я так подозреваю, вот этих разграбленных, разбомбленных компаний, вырученные с них деньги, будут уходить в какую-то восточную сторону, оседать на счетах там банков Китая, банков Индии и так далее, каких-то еще дружественных с нами стран. Но даже не потому, что вот эти вот люди, они такие монстры, они не хотят сами ничем заниматься, они хотят только грабить. Просто дело в том, что эти люди прекрасно понимают, в какой России они живут. Они живут в России, которая управляется временщиками, а это значит, что нет никакой гарантии, что к тебе завтра точно так же не придут, и не отберут вот этот бизнес, который ты сегодня отобрал у кого-то другого, очень велика вероятность, вот, еще раз скажу про временщиков, да, кто такие временщики? Это как раз вот те самые чинуши, которые сегодня сидят на своих должностях, но они прекрасно понимают, что они сидят на своих должностях до поры, до времени, до тех пор, пока ими там довольны, пока они там с кем-то не поссорились, там или где-то не переступили какую-то красную линию, но это все очень недолго мы видим, потому что происходит сегодня в определенных ведомствах, как вчерашние бывшие очень высокопоставленные чиновники оказались за решеткой, им вменяются огромные сроки, ну а соответственно вот эти вот трейдеры, которые занимаются отъемом денежных средств у предпринимателей, они точно так же отдают себе возможность, что завтра этого его покровителя снимут, и все, и гуляй, Вася, и он уже никому не обратится за помощью, он уже никому не обратится за покровительством, его просто раздербанят, разбомбят, и привет родителям. Вот чтобы за примерами далеко не ходить, вот был в свое время, я делал даже фильм целый документальный, такой уральский олигарх, его еще называли, из моего родного Екатеринбурга, Паша Федулев, который в 90-е, в начале нулевых, очень хорошо покуролесил, причем по всему Уралу, он ездил и отжимал заводы, фабрики, причем, повторюсь, даже градообразующие заводы и фабрики, например, в Екатеринбурге, он отжал один из градообразующих заводов Химмаш, Урал Химмаш, вот, и многие другие предприятия, там порядка 20, по-моему, предприятий вот таких заводов, он отжимал себе, очень скоро стало очевидно, что никакой он, конечно же, не олигарх, он обычный рейдер, который выполнял заказы, ему заказы, как говорили, Паша, вот там есть завод, он нам нравится, Паша шел, отжимал этот завод, его еще, помню, называли радиоуправляемым крокодилом, вот, ну, а в конце концов, покровители Паши Федулева, которые на тот момент были, в том числе, и во власти, в том числе, на очень высоких должностях, в очень высоких кабинетах, в какой-то момент вот эти вот люди лишились своих возможностей, лишились вот этого своего могущества, ну, и, соответственно, тут же слили Пашу, который отправился на склад радиоуправляемых крокодилов, то есть в тюрьму получил такой вот срок, да-да, получает еще, я думаю, он оттуда уже никогда не выйдет, никогда он из этой тюрьмы не выйдет, или выйдет каким-нибудь стареньким, ну, потому что никому этот Паша Федулев не нужен, но, к тому же, он очень слишком много знает, поэтому я и говорю, вспомните просто, что произошло с теми заводами, колхозами, совхозами, которые отжимались в 90-е, многие стоят в руинах, заброшенные, разворованные, и вот с этими предприятиями, которые отжимаются сегодня, будет ровно то же самое, отожмут, разграбят, вытянут, все бабло, какое оттуда можно вытянуть, распродадут, активы по дешевке, а бабки, вырученные от этого, от всего, уйдут в какие-нибудь китайские банки, это мы останемся у разбитого корыта, не они, вот эти-то люди, они сядут в самолет, в конце концов, да и улетят в какой-нибудь Дубай, в какой-нибудь Китай, еще куда-нибудь купят, какой-нибудь аргентинский паспорт, а возможно и не аргентинский, потому что, ну, что греха-то есть, нам в телевизоре с байки рассказывают, там недружественные страны, бла-бла-бла, и вот попали наши чиновники, наши олигархи под какие-то там санкции, я уверен, думаю, как и вы, что в любой стране мира за деньги решается любой вопрос, потому что коррупция есть ведь не только в России, коррупция есть и в США, коррупция есть и в Великобритании, коррупция есть и в Германии, и так далее, и так далее, и так далее, при желании купить паспорт, то или иной страны, купить себе там легальное гражданство, легальную возможность проживать, может любой из тех, кто сегодня под санкциями, были бы деньги, и примеры такие мы тоже очень хорошо знаем, пожалуйста, тот же Чубайс, пожалуйста, те же Фридман с Савином, то есть, несмотря на то, что они находятся под санкциями, попадали под санкции, в конечном итоге санкции с них снимали полностью, или частично, кто-то там разгуливает по этим недружественным странам, многие чиновники тоже нас покинули, я имею в виду, не наш мир, а не наш мир, нашу Россию покинули, и тоже проживают в этих недружественных странах, еще раз, за бабки делается любой паспорт, а мы здесь с вами останемся ни с чем, и я боюсь, что это очень плохо, вообще для всех, для нас, для простых смертных, конечно же, для экономики, вот, еще одного передела, наша страна может просто не пережить, в конце концов, от того, что творилось в 90-е, каким-то чудом, от 90-х мы оправились, мы вылезли, из тех 90-х, благодаря высоким ценам на нефть, благодаря тому, что мы все-таки продолжали оставаться открытой, для всего мира страной, мы все-таки ввели какие-то дела, в том числе, с иностранными компаниями, вот, выкарабкались, оправились от 90-х, но сегодня, оказавшись в той ситуации, в которой мы оказались, я боюсь, что это будет посерьезнее 90-х, поэтому, то, что мы наблюдали в Москве накануне, ну, меня эта ситуация, мягко говоря, не радует, ну, и я жду какого-то продолжения, все, спасибо, что вы слушали, это была реальная журналистика сегодня, вот так, увидимся, услышимся, пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok